Распоряжение о выделении участка земли под полигон твёрдых бытовых отходов глава области уже подписал. Он будет располагаться на территории Солнечного сельсовета между селом Высокогорное и Концеровской балкой. Общая площадь выделенной территории порядка 50 гектаров. На сегодняшний день идёт подготовка технической документации на строительство полигона. Этим вопросом занимается КП Запорожка Монцентрансэкология. По мнению специалистов, говорит Александр Старух, новый полигон сможет решить вопрос хранения и утилизации мусора на 50 лет вперёд. Место Запорожье эта дельянка задовольняет. Она, ну, если подивитесь, да, она вот растошована в нормальном месте абсолютно. Еї площадь набагато більша, ніж дельянка, которая была в Балтсе. Экология и водные ресурсы дали дозвіл. Тут нормальная ситуация щодо гидрологичного режима. Как не допустить в области скандала, подобного киевской строительной компании «Элита Центр». Это ещё один вопрос, который был поднят в ходе брифинга. На сегодняшний день семь строительных организаций не в состоянии самостоятельно закончить строительство домов в Запорожье и Бердянске. Заявление на получение финансовой помощи они уже подали в Министерство регионального строительства. На сегодняшний день кабинет министров объявил о том, что будет выделено 2 миллиарда гривен через два банка, Сбербанк и Эксимбанк, для того, чтобы профинансировать эти строительные объекты. Но не через строительные компании, а через ипотечное аккредитование физических лиц. Попадут ли в список запорожские объекты, пока неизвестно. В среднем дома достроены на 70%. На завершение их строительства необходимо порядка 117 миллионов гривен. Говорили на брифинге и о ситуации на рынке труда в регионе. Она, по словам губернатора, остаётся напряжённой. Растёт в области и долг по заработной плате. На сегодняшний день он составляет 52 миллиона гривен.